Привет всем! Показываю, как поднимать второй корпус для начинающих пчеловодов. Вот вы приходите на пасеку, у вас здесь стоит клеенка, здесь стоит одеялка и стоит крышка. Значит, вы это все убираете, 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 смотри, какие у вас злые пчелы. Потом, значит, подымили, подымили. Что вы делаете? Видите, вам надо с вот этого корпуса не поднимать, как все поднимают, ставят сразу второй корпус сюда пустых рамок. Вам нужно отсюда расширять гнездо. Показываю, как. Значит, вы берете, вот здесь, смотря как у вас вы научитесь брать рамки, да, желательно всегда брать вот эту. Но эту всегда приклеивают, и она с медом, она очень тяжелая. Вытаскиваете самую легкую рамку, которая у вас получится. Вот, допустим, я вот эту вытащила, да. Здесь, смотря что здесь будет, здесь будет расплод или здесь будет мед. Вам надо вытащить рамку, которая с расплодом. Вы эту убираете, вот эту, допустим, поднимаете и видите, что здесь расплод. Неважно, он запечатан или открытый, на ней есть пчела. Вы убираете ее в сторону. Вот в сторону, это приготовьте какой-то там ящичек, куда вы будете складывать. Потому что вы можете его застудить. Вы его сложите в ящик. Вот я сейчас просто не могу одну руку открыть. Вот считайте, что он в ящике стоит. На это место вы ставите, у вас должно быть приготовлено 9 вот таких рамок с вощины. Вы ставите вощину, да. Потом двигаете эту рамку, смотрите следующую. Отстроена, не отстроена, а там есть расплод. Пчела вы опять ставите вот в этот ящик, в тепло. Держите эти две рамки в тепле. Потом здесь, значит, смотрите. И опять двигаете следующую. И опять ставите туда вощину. Вот, вощину. Поставили вощину. И опять задвигаете на свое место, как было. Этот, это, это, это. И у вас ваша медовая рамка. И у вас получается опять здесь 9 рамок. Посмотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Вы 2 с расплодом поднимаете, а 2 с вощиной ставите в этот корпус. Дальше что вы делаете? Чтобы не охладить гнездо. Вы накрываете его клеенкой, вот так, на какую-то часть. Вот так, да, примерно, наполовину. Вот так наполовину делаете. Даже я вам лучше бы сказала вот так наполовину сделать. Вот так наполовину. Так наполовину делаете. Ставите потом сюда пустой корпус. Блин, пустой корпус я не приготовила. Сейчас быстро возьму. Подождите, вам пустой корпус. И покажу. У меня просто время совсем в обрез, чтобы вам все показать. Посмотрите. Потом ставите наверх пустой корпус. Вот так поставили пустой корпус. И вот здесь у вас, видите, половина закрыта, половина открыта. Потом что вы делаете? Вы ставите сюда. Сюда. Лучше сюда поставить заставную теплую. Чтобы им не было холна. Ставите заставную. Потом ставите расплод. Еще один расплод. Вот так, да? Вот так, да? Смотрите. И потом ставите сюда рядом рамки с вощиной. И вот вы так поставите рамки с вощиной, чтобы у вас было здесь 9 рамок. Вот так поставили 9, да? Посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Вот у вас 9 рамок. Получается у вас на втором корпусе 9 рамок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть суш. Две у вас расплод. И это заставная. Не думайте, что у вас расплод охладится. Не охладится. Наверху температура в олике больше, чем внизу. И пчелы ее согреть. Что вы делаете дальше? Дальше вы берете и опять ставите клеенку. Вот так полностью закрываете клеенку. Полностью, чтобы они ходили через нижний литок. Потому что литок у вас вот здесь внизу, да? Полностью закрываете. Потом ставите опять. Ставите им. Ставите одеялко и закрываете крышу. Что я вам советую? До тех пор, пока у вас не пойдет главный взяток. А так как вы начинающий пчеловод, и у вас не будет в запасе меда. Всегда, в любом случае, ставьте вот сюда подкрышечник. И на этот подкрышечник. Всегда. До тех пор, пока не начнется главный взяток. А главный взяток, это все-таки начинается с конца июня и начала июля. Не собирайте никогда майский мед. Если вы будете собирать майский мед, вы никогда не поднимете пасеку. Ставьте всегда им сироп один к одному. Один к одному с сахаром. Ставьте, и пока взяток не начнется, и еще как вы определите, что у них достаточно корма. Вот вы им ставите, в день они съедают 150 грамм. Не больше, я уже проверяла. 150-200 грамм они съедают. Вы ставите до тех пор, пока увидите, что пчелы не перестали брать. Вот пчелы перестали брать сироп. Все, убирайте. Значит, сила семьи, и у них корма внутри достаточно есть в природе взяток. Если нет в природе взятка, им недостаточно, всегда ставьте им сироп. Для чего? Объясняю. Потому что лететь за нектаром, перерабатывать его и кормить личинку тяжело пчеле. Это расстояние. А когда у них наверху есть корм, они его будут брать, быстрее кормить, и быстрее у них будет экономия времени. Чтобы они брали этот сироп, на втором корпусе отгибайте вот так клееночку. Вы ее отогнули, они отсюда будут ходить. Потом у вас будут ставить подкрышечник, а потом поставьте крышку. Все. Потом это у вас как будет развиваться, я не знаю. Я не буду вам говорить, сколько? Две недели, три недели пройдет, четыре недели. Смотрите вот так. Вот видите, вот здесь вот так они начали. Видите, они осели. Как только вы увидите, что пчела поднялась на вот эту рамку и начала ее уже отстраивать, будет видно, они начали отстраивать. Или поднимется сюда матка и начнет сеять, и там достаточно пчелы. Я вам покажу, как дальше потихонечку расширять, расширять и расширять. Но принцип, если непонятно, я объясню. Принцип понятен, да? Расширяем гнездо, расширяем второй корпус, поднятием двух рамок с расплодом. Не с медом, а расплодом. И все. Вот так вот следующее действие для начинающего пчеловода. Всем пока. Продолжение следует.